Я туда! Давай, только недолго! Ненадолго не получилось. Эти кадры многие поклонники музыканта считали последними в жизни артиста. После снятого на центральном пляже видео Константина Легостаева уже никто якобы не видел. Начались поиски, близкие обратились в экстренные службы. Наша съемочная группа выехала на пляж Маяк, где Константин купался накануне. Что именно произошло с музыкантом, пока не ясно. Однако Константин из воды с похожими плавательными очками так и не вышел. К слову, еще вчера было разрешено купаться, но сегодня море уже штормит. Валерия Иванова – землячка музыканта, девушка из Санкт-Петербурга. Ее мы встретили на пляже, где и были сделаны кадры с артистом. Она рассказала, что состоит в одной социальной группе с Константином. Всех участников сообщества он приглашал на свои концерты. Мы как бы постоянно в этом чате приглашения на его концерты. Он говорит, приходите со скидкой, там все такое. Я все никак не собиралась, думаю, ну надо сходить как-нибудь. То есть постоянно какие-то приглашения были. Конечно, хотелось бы, чтобы его нашли, потому что не хочется верить, какой-то такой печальный итог на самом деле. Печальный итог никому не хотелось верить. К тому же многие были удивлены. Ведь в тот день погода была хорошая. Море не штормило, как сегодня. Вчера шикарная погода была. Спокойная, ясная. Это печально, конечно, печально. И пока мы снимали материал и пытались выяснить подробности, певца обнаружили живым. Что же случилось сейчас, выясняют правоохранительные органы. Был ли это пиар-ход, тоже неизвестно. Но, как рассказал сам артист, ночь он провел в море, так как заплыл слишком далеко и не смог добраться до берега. Певцу пришлось держаться на воде всю ночь. И лишь утром удалось выплыть. К слову, море сегодня штормит, несмотря на все запреты спасателей. Люди продолжают купаться. Юлия Проценко, Александр Сарача, Дмитрий Хамкуриде, Кубань-24, Сочи.